Всем привет! Как вы видите, я продолжаю издеваться над своей кухней. Сейчас уже обед, пока дождался, пока все уедут из дома. Не знаю, что я успею сегодня делать. Ну, значит, уломать и разбирать. Я вот тут уже попробовал, оторвал вот карниз, снял дверьки. Сейчас план такой, снять микроволновку, ну полностью снять весь карниз, снять все дверьки, снять вот этот ящик, потому что его уже здесь не будет. Вот этот вот ящик с гениальным решением предыдущих работников. Я вообще не знаю, кем нужно быть. Вот я метр восемьдесят пять, чтобы мне достать что-то в этом ящике. Еще и дверь до конца не открывается, потому что она бьется в холодильник. Это нереально. Есть у меня идея этот ящик выдвинуть сюда вперед. Здесь у меня будет стоять стенка. Ну, в общем, планы такие. Разобрать кое-что и зачистить. Я уже говорил, я не знаю, что я буду делать. Так что будем вместе с вами, получается, придумывать. В гараже у меня лежит уже запчасти, точнее не запчасти, а сами кабинеты. Вот здесь вот лежат дверьки от кабинетов. Это вот стенка для холодильника. Сам ящик, который будет стоять там, около холодильника. Купил я два листа вот такой вот фанеры. Короче, самые дешевые. Два листа вышло 140 долларов. Подобрали мне краску белая. Ее не надо было подбирать, потому что она прям подходит под цвет верхних ящиков. А вот оливковый мне подбирали. И что интересно, что вот так вот гладко это накрасили кисточкой. Можно сказать, что это даже как бы не краска. Вот кому интересно, вот такой продукт. Она на водной основе. Продукт интересный, очень прочный, очень крепкий. Посмотрим, когда покрашу. Может быть сделаем какие-то тесты. И мне нравится, как подобрали. Оно кажется, что оно темнее, но это просто из-за угла. Так что вот так, вот такие планы. Вот такая вот лента. Для того, чтобы делать финишный сам край. Ее не надо клеить, ее просто утюгом. Пригреваешь, и там клей растворяется, и она так вот клеится. Вот такие планы. С утра уже убрали в силу посуду из ящиков. Что-то здесь лежит, что-то там лежит. Что-то лежит на балконе. Сегодня жарко. Вон, посуда. Жара нереальная. Сегодня 98, это вот столько вот по Цельсию. Ладно, погнали. Под кондиционером, конечно, работать одно удовольствие. Взял свою сумку-самобранку. Это сумка, в которой есть все. Для всех работ практически. Так что так. Работай не хочу. Вот так сорвал карниз. Сорвал, открутил все дверьки. Что, в принципе, заняло несколько секунд, судя по видео. А в комментариях мне писали, зачем ты меняешь дверьки? Просто перекрась старый. Ну, дело в том, что, ну, в принципе-то дверьки неплохие, не убитые. Но хочется чего-то нового, свежего. Что-то вот, чего-то другого. Хотя краску, которую я купил, она стоит 170 долларов за 2 галлона. 2 галлона это 8 литров. Она многообещающая краска, очень крепкая. Она бы здесь хорошо сидела. Но хочется нового. Если ты уже что-то делаешь, и у тебя, как говорится, бюджет, то хочется все равно как-то что-то изменить. Вот поставим вот такие дверьки. Ящики зачищу и перекрашу. Сейчас снимаю микроволновку, снимаю вот этот ящик. Вытаскиваю холодильник. И мне, наверное, придется снять этот тоже ящик. Микроволновку, в принципе, не составляет сильного труда. Просто надо открутить вот эти два болта. И она у нас не работает уже. Так что... И мы ее, в принципе, и не хотим. У нас здесь будет вытяжка. Вытяжку мы уже купили. Она вот вон там вот. У нас стоит вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Но потом понял, что пазы не совпадают. Есть, конечно, мыслишко пропустить сейчас через пилу ее и срезать вот эту вот часть на пиле. Вот так, чтобы было ровно. И по идее, по идее, если она сюда встанет с клеем, то мне надо будет только поменять эти фейсы. И все. И ничего не надо окрасить. Я знал, что они не подходят, но я не знал, что настолько близко они подходят. Кстати, скины у меня есть. Просто если подойдет вот эта, то сюда, в заподлицо, ну если она сядет, подходит вот этот скин. И считай, если получится, на ваших глазах я сэкономил 11 штук. Ребята, нижний-то все равно придется красить. Там чуть-чуть другая история. А здесь мне нужно будет разобрать вот этот ящик. А его очень легко будет разобрать. Так же, как этот одинарный. Вот с этими придется повозиться, потому что они три вместе. Но если у меня получится сейчас сделать это вот с этим, то тогда держите меня семеро. Они абсолютно одинаковые по размерам. Только здесь, только здесь другой паз. Сейчас попробую пропустить на пиле и посмотрим. Пилю вот лентой, чтобы не испортить пилу. Ну, недостаточно. Вроде настроил пилу. Поехали. Пойдем проверять. Так, не садится. Надо еще чуть-чуть. Дубль номер два. Буквально миллиметр не хватает. Вот теперь будет еще один дубль номер три. Надо не перепутать, где у меня. Вот здесь вот дверьки вешаются на этой стороне. Так. Барабанная дробь. Ребята. Класс. А потом вот это прибивается вот сюда. И у тебя новый ящик за 1300. Ну, я имею ввиду, все ящики. Получается, снутри вообще ты не увидишь. Видно, что вот здесь были стейплс. Они прибивали на стейплс. А здесь видно, что вот я чуть-чуть сюда больше выбрал. И получается новый ящик, который не нужно красить. Осталось сделать все остальные. Но, ребята, это большая экономия времени. Я немножко приболел. Так что вот так. Наверное, буду пробовать делать так сейчас. Я очень много сэкономлю. Но мне краска все равно будет нужна. Потому что то, что я буду строить здесь наверху, мне надо будет красить. Поэтому, как говорится, для них мне нужна будет красочка. Я очень доволен, что получается так. Только не знаю, как их теперь приклеить. Взял вот клей. Но у меня нет стейплс. В общем, нашел клей. Есть такой, который можно и наружу пользоваться. Обычный древесный клей, но его можно exterior, это значит, наружу тоже можно. Этот только внутри. Но я нашел вот такой клей. А этот клей мощь нереальная. Так что, буду им прибивать. Буду вот таким вот маленьким хитачи ганом. Мы его называем пин нейл. Нейлер. Но он и есть пин нейлер. Потому что гвозди у него как иголки. Их почти не видно. Так что так. Вот такой вот красавец. Получается, нажимаешь и можно стрелять. ... ... ... это просто красота почему без лазера потому что я кручу старый дырки надеюсь ребята правильно прикручивали да ну красота красота единственно будет заделать эти вот маленькие пины пины это не проблема потом получается закрываешь ставишь скины и прибиваешь их и у тебя новый кабинет единственно что они у меня под большие ящики их надо будет обрезать и все что мне нравится что регулировать эти дверьки просто очень легко единственно на правильную отвертку так наклонять потом при подыма от от отходить от кабинет при подымать вверх вниз чем можно во все углы и во все стороны теперь все тоже самое нужно проделать с остальными четырьмя ящиками с этим будет очень легко с этими чуть повожусь но это уже проблема решаемая потом надо будет достроить сверху такие открытые ящики будет красиво а а здесь над холодильником я куплю другой ящик так как этот мне не нравится во первых маленький и не сильно функциональный тот будет до потолка будут большие дверьки и открытые ящики будет над этим над этими тремя и над этим так что вот так и потом прибиваем скины и дело в шляпе красота и 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 короче сделал себе такое изобретение из стамески не знаю видно не видно здесь вот такие вот скрепки вот здесь получается берешь сейчас вставляешь стамеску два раза ударил бомб и готова и короче вот так все стекла по вытаскиваю а это держится только на стейплах и все надо вам не сразу сделать такой инструмент красота в общем получилось этот вообще легко не знаю на 5 минут потратил меньше наверно даже осталось эти три будет эти петли они должны были и а soft closing soft closing имеется ввиду что они должны плавно закрываться то есть не получится у детей хлопнуть дверьми то есть с и и и и ну что я могу сказать я думал будет намного сложнее оказалось довольно легко осталось прибить скины по цвету вот эти их надо будет отрезать по длине прибить сюда построить верхние ящики здесь я поставлю стену и уже позвонил куплю большой ящик сюда над холодильником и он будет выперт вперед чтобы можно было его пользовать так что так вот такие планы низ конечно придется красить потому что он приклеен гранит уже к столешнице по поводу этого у меня есть одна идейка пока еще не знаю пока еще не решил расскажу потом кому интересно оставайтесь по поводу стенки я вот переживая я буду здесь менять полы и здесь линолеум но идет фанера и вот я не знаю если я поставлю стену найдется она ставится на пол что мне потом надо будет делать но это мне легко удалось так что я рад не знаю зачем я тратил время и зачищал эти фейсы все пойдут на свалку главное что самое сложное сделано так что так красота что вот это не закрывается так смут а вот эти хорошо закрывать надо будет поменять петли там о работе ну-ка это это тоже не работает это работает поменять мне целая куча включил себе вентилятор хоть и кондиционер кажется как будто все равно жертвовато короче принес стенку сейчас я ее склею и примере можно вот такой взять сколько это вот короче это наверно 5 сантиметров можно 5 сантиметров а можно 10 сантиметров здесь такой вот пас идет этот пас наверно мне придется вырезать здесь это кусок пола как раз вот для нее потому что когда я буду срывать полы она окажется на вот этом вот полу мне надо чтобы она стояла на на том оригинальном полу сейчас замеряю ему тепло он выдержал прячусь я здесь за холодильником получается стенка будет белая по верхним кабинетом нижний кабинет и будет зеленый поэтому я как бы и стал бы сейчас зажимаем здесь получается ящик большой здесь конечно придется речку прибивать потому что я не думал делать стенку потом уже придумал вот сегодня принципе придумал а гранит уже положили так бы они конечно по-другому сделали и здесь придется вставить вставочку где-то сантиметр-полтора так что так как вам осталось построить баксы покрасить их белым и верхняя часть готова а ну еще здесь один ящик надо купить и все погода конечно шепчет жара абрикоски тема эта тема не ну что я могу сказать забабахал на сегодня такой фронт работы уже попробую завтра начать строить баксы сверху если получится съезду куплю еще один ящик сюда и вверх официально будет готов на улице вечерок моей семьи еще нет они гуляют на день рождения они гуляют на день рождения мне мне работой и Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Стройка продолжается. В общем, прошло немало времени. Здесь я вот доделал ящик. Там есть небольшое видео, как я его туда засунул. Здесь поставил тоже такой спейсер, чтобы жена не ставила там веник. Но она все равно туда его засовывает. Не знаю. Здесь была микроволновка. Как вы помните, микроволновка была со своей собственной вытяжкой. И это вытяжка на улицу. Здесь теперь будет чисто вытяжка без микроволновки. Микроволновка пока такая. Будем думать, что делать так, чтобы дети могли иметь доступ к ней. Баксы я еще пока не сделал. Жду электрика, который мне проведет. Там провода для света. Провода снизу для света. Потом плюс мне нужна розетка сюда. Здесь будет, наверное, стоять кофемашина. Пока она стоит здесь. Будет стоять там. И мне еще нужна розетка внутри здесь в пентри. И, наверное, здесь придется поставить микроволновку. Такая вот идея. В общем, нижние ящики пока не делал. Потому что кое-какие изменения. Их невозможно будет сделать, чтобы они были soft close. Когда замедленное закрывание без хлопка. Так же, как вот эти дверцы. Они мягко закрываются. Вот. Так же я хочу, чтобы и вот эти закрывались мягко. Но дело в том, что не получится сделать их из этих старых ящиков. Поэтому я заказал новые. Получается, мне нужно будет сюда, сюда. И здесь будет три, а не четыре. Они будут больше, но три. Будет удобнее. В общем, вот такие вот изменения. В общем, я думаю... Кстати, ящиком реально можно пользоваться. Я спокойно достаю рукой. И он довольно глубокий. И реально им можно пользоваться. В общем, я думаю так, что... На этом я заканчиваю эту часть видео. Я думал, я больше сделаю. Но кому интересно будет, дальше я буду строить здесь ящики сверху. Там будет свет. Здесь буду красить. И переделывать дверьки. Так что, кому интересно, оставайтесь. В следующем видео будет продолжение. А в этом видео всё. Так что вот так. Всем пока. Спасибо. А мы ещё где-нибудь поработаем. Всем пока. Спасибо за внимание. Продолжение следует...